Всем привет! Вы на канале AnySky. Меня зовут Аня и сегодня будет видео о косметических продуктах и оно будет немного необычного плана. Это будет коллаборация совместная с видео, с прекрасной девушкой Викторией, с Викой. Мы знакомы достаточно давно, мы подписаны на канал друг друга, мы смотрели видео, комментировали друг друга. Мне всегда импонировала Вика и мы решили снять с ней совместное видео. Обязательно оставлю все ссылочки на видео Вики, на канал Вики, поэтому переходите после просмотра моего видео обязательно к ней, я думаю, что вам она понравится. И давайте я уже расскажу вам сначала об уходе, а потом о декоративке, как обычно, в такой последовательности. Первое, что у меня появилось из уходовой косметики, ну скажем так, из уходовой, это краска. Краска от Londo Professional. Вообще, периодически, то есть раньше я покупала краску Londo, потом перешла на Estelle, сейчас опять вернусь к Londo, потому что мне так удобно. Она в доступности возле моего дома и в принципе краска хорошая. Наверное, немножко подороже Estelle, но мне нравится. В оттеночек у меня 10,8, я крашу основную длину, у меня сейчас немножко влажноватые еще волосы, но в общем, чтобы затонировать, ну хотя это не тонировка, а краска, чтобы убрать желтизну и освежить волосы, просто освежить, знаете, свой образ. Сейчас классная, да, красочка хорошая, она достаточно густая по консистенции, не как обычной краски. Мне нравятся густые краски, они не текут никуда, там не попадают вам, в принципе, вот. И оксид у меня был 6%. Следующее тоже, чем я пользовалась на протяжении этой недели, это вот такие два средства от марки Mixit. Это натуральная косметика, я уже заказываю их не первый раз, даже не второй, наверное, третий или четвертый раз. Перепробовала много различных средств, но мне вот посоветовали вот эти средства. Это, я так понимаю, у них был хит, или как это, бестселлер, летом, летом прям вот все заказывали эти средства. Это у меня шампунь для непослушных волос и бальзам. Так как они без СЛС, конечно же, они плохо пенятся, в составе содержится бамбук, перец, пантенол, депантенол. Также здесь содержится, что еще? В общем, да, вот как я и сказала, еще фруктоза и глюкоза. Бамбук, он обеспечивает мягкий прикорневой объем, депантенол восстанавливает структуру волоса, укрепляет корни и снимает электролизацию. Вообще, эти средства для легкой укладки волос, укладки непослушных волос. Я никогда не укладываю волосы феном, то есть в редких случаях. Мне достаточно тяжело их держать, потому что здесь 500 мл в обоих баночках. Я не укладываю волосы, я сушу естественным путем волосы, и за счет этого мне нужны всегда средства, которые помогают мне справиться с этим. И, как показала практика, вот использование мной этой линейки шампунь и кондиционер, действительно волосы хорошо лежат. Вот сейчас у меня волосы высушены практически естественным путем, немножко еще влажены, но вот они прямые, они хорошо лежат, они, как сказать вам, нет у них вот таких завитков, которые у меня обычно есть, несмотря на то, что волосы у меня прямые, у меня на концах всегда завиток. И также здесь глюкоза и фруктоза, как я уже сказала, и это Mixed Profit, то есть это профессиональная линейка с минеральными маслами и без минеральных масел. Это профессиональная линейка без парабенов, минеральных масел и парабен, и СЛС. Она не утяжеляет волосы, но достаточно неэкономичный расход, но так как здесь 500 мл, вообще обычно 500 мл я редко беру, мне надоедает просто средство, но думаю, с Mixed это не случится, я очень надеюсь. Запах нейтральный, одушка такая ненавязчивая, консистенция белая, такая, знаете, полупрозрачная. Ну, в целом мне очень нравится шампунь и кондиционер, вот на протяжении недели я их использую, поэтому могу советовать. Следующее два уходовое средства у меня от моего любимого бренда Sephora. Первое, это вот такой гель для душа, это уже второй мой гель, у меня был с лагуной, очень нравился мне, он такой был универсальный на лето, этот же, я думаю, подойдет на осень-зиму, так как здесь цветок вишни. Я вообще обожаю запах вишни и ароматизацию вишни вообще с добавлением всего вишневого. Вот, и это крем-гель, он такой белый, кремообразный, кожу не сушит хорошо, такой приятный запах имеет, который не ощущается после души на вашей коже, но во время мытья ощущается хорошо. И 140 мл у меня вообще гели достаточно экономичные кажутся, особенно то, что у него вот такой дозатор удобный, поэтому да, и недорогая цена. Представлены Sephora в магазинах LDBT. И второе, что у меня здесь есть, я еще не пробовала, но уже расскажу вам в пустых баночках, не буду здесь показывать. У меня немножко свежая, поэтому надеюсь, что вы все слышите. После того, как использовать маску, я покажу вам в пустых баночках, потому что не думаю, если я ее начну показывать, то есть прям не будет полная картинка, вот так выглядит эта масочка, первая, это сама маска, вот здесь, и здесь удерживаются, вот такая шарочка. И нужно нанести эту, кстати, забыла сказать, маска у меня для обрезка, для выпрямления... И гладкость с экстрактом розы. Я хотела именно эту маску и рада, что она попалась мне, потому что там есть зависимости от рассветки, да, там другие для объема, по-моему, для еще какие-то маски есть, но мне нужен был блеск и гладкость именно вот. И как вы используете эту маску? Наносим маску, значит, на... Ну, отступая от корней, скажем, вот так, да, там 5-10 см, наносим маску, надеваем шапочку, спим всю ночь, и на утро смываем обычной водой, сушим волосы, как вы привыкли, и... И все, и должно быть гладкость и блеск. Ну, запах я даже через упаковку слышу, что розой, розой отдает. Так, девчонки, давайте перейдем к декоративной косметике. Что у меня здесь есть? Первое, что у меня здесь есть, это вот такой лак от Golden Rose. Я достаточно давно его купила, но все, забываю вам его показать. Он потрясающий. Я сразу в нем влюбилась. Это пастельный такой сиреневый цвет Prodigy Gel серии у меня в оттеночке 04. Покажу вам, как он смотрится, и за последнее время я пользуюсь практически только им. Вот сегодня на мне другой лак, потому что вчера был вот этот. Следующее, что есть у меня, это тенюшки от Mary Kay. И это новинка осени. На самом деле они вот такие маленькие, малюточки. Здесь 4 осенних, потрясающих шиммерных цвета. И называется эта палетка Berry Hout. Вот, покажу вам поближе все сводчики. Очень мне она нравится, и качество у них хорошее. Также у меня здесь есть продукты декоративные от Sephora. Наверное, покажу сначала их, потому что их в меньшинстве. Вот такая прекрасная помада сегодня у меня на губах. Мне пришла не так давно от Sephora. И это у меня оттеночек 37. Это самая продаваемая помада у Sephora. Самая легендарная. Самая, наверное, пропиаренная на YouTube, в Instagram. В общем, я очень хотела попробовать эту помаду, потому что на самом деле ее хвалили просто. Наверное, ленивый только ее не похвалил. Цвет я, это просто бомба. Посмотрите, какой осенний красивый цвет. Я просто влюбилась в этот оттенок. Она кремовая. Она похожа по консистенции с помадами от NYX. Губы немножко сушит, но в целом она как крем. Помада мне очень нравится и однозначно она станет фаворитом моим. Следующая, это вот такая новинка от Sephora. И это лайнер в оттеночке Metallic Gold 06. Это подводка на пальчник. Сегодня тоже она у меня на глазах, если вам видно. Вот этот правый глаз очень легко рисовать. Действительно, очень хотела тоже ее попробовать. Там множество оттенков различных. Но вот этот глаз немножко сложнее. И стрелочка получилась менее красивой. Но все равно я справилась. Это уже, я считаю, круто. Не с каждой подводкой я справляюсь. Поэтому тоже мне понравилась эта штучка. И остались у меня продукты от NYX. Первое, что мне попадается, это тени. Кремовые тени. Называется Vivid Bright. Сначала почему-то думала, что это подводка. Но нет, это стойкие кремовые тени в оттеночке 12. Смотрите, какие они крутые. И они мне напомнили Color Tattoo в тауповом оттенке. Но тот немножко с коричневого. А этот такой с лиловым подтоном. Покажу тоже вам поближе. Я считаю, что это отличные тени на каждый день. Так, и это отличная подложка для вечерних макияжев, для темных теней. Я его испробовала и так, и так. Держатся они действительно 24 часа, как и от Maybelline. Поэтому очень-очень понравились они мне. Следующее, что у меня здесь есть. Мне пришел вот такой тональный крем. Очень хотела его попробовать. Так радовалась. HD Studio Foundation Fonded Tint. Это в объеме 33,3 мл. Такой неоднозначный объем. Оттенок у меня, конечно, темный. 104.7 Barm Beige. Я немножко огорчилась этому оттенку. И долго думала, как же я буду его использовать. Но потом, знаете, я приноровилась его использовать, смешивая с более светлым оттенком другой фирмы. Вот сейчас они у меня на лице. Тональный от Evelyn и NYX. Смешиваю в пропорции, наверное, 2 к 1. NYX это пропорция 1. Вот. На фото и видео он смотрится потрясающе. Но для реальной жизни он не подходит. Поэтому, если вам нужен тональный крем именно для фото и видео, то я советую вот этот крем. Он экономичный. Стоит он около 1000 рублей. По-моему, 1000 и стоит. Вот. Поэтому мне он понравился. Но единственное, вот если был бы еще мой оттенок, вообще бы цены бы ему не было. Следующая. Это также новинка осени от NYX. Это 2 помады, которые называются Epic Ink. Это стойкие помады. Матовые. Но они по консистенции как тин, жидкие, как водичка. И, знаете, вот у меня оттеночек 0,5 и 0,4. 0,5 такой осенний, более тауповый. И 0,4 ярко-ягодный, малиновый. Больше по цвету мне понравился 0,5. Но он более капризный. Он на мне держится плохо и слазит не очень красиво. Вот одна коллекция, но очень по-разному смотрятся на мне и держатся на мне эти помадки. Вот этот цвет, который мне нравится, 0,4 менее по цвету. Он такой обычный малиновый, но он очень хорошо держится. Он действительно стойкий. Он выдерживал перекусы. Он 2 перекуса выдерживал у меня. И слазил менее заметно с губ, чем вот этот, более такой красивенький, скажем так. Поэтому не знаю еще, что с ними делать, на какое время год их использовать, пока в раздумьях. И также моя любовь. Это новинка от NYX. У меня достаточно было карандашей для бровей и от NYX в том числе. Но вот этот просто покорил мое сердце. Брови это наше все. Брови я обожаю все средства для бровей. Вот этот карандаш 3 в 1, который называю Brow Pencil. Крайон. У меня оттеночек H-Brow 0,8. И это идеально мой цвет. Он идеально мне подошел. Я оформляю бровки с ним каждый день. Здесь карандашик. Пудра для бровей, тени. И гель. Геля здесь немножко, но он очень экономичный. В целом карандаш просто бомба. Я могу вам от всей души его рекомендовать. Вот, девчонки, на этом все. Спасибо, что были со мной. Я всех целую, обнимаю. Переходите на канал Квикули. Ссылочки будут в инфобоксе. Всем пока-пока.